Чужой беды не бывает. В этом мы убедились, побывав сегодня в гостях у Беловчанки и Екатерины Бурнаевой. Она с мужем прямо у себя дома открыла самый настоящий пункт по сбору вещей для беженцев из Украины. Все было очень просто. Я увидела статус моих знакомых в одноклассниках. Все. И просто-напросто точно так же разместила в своем статусе, и люди стали откликаться. Екатерина никогда не была волонтером. Говорит, просто душа решила, что это нужно сделать. В субботу вечером разместила объявление, а уже в воскресенье в ее дом 32 по переулку Почтовый начали приходить и приезжать люди из центра города и со всех поселков. А потом я созвонилась с Людмилой в Кемерово непосредственно, то есть ответственной по общежитию, по распределению у них там. Обсудили, то есть чего не хватает, что уже люди привезли в достаточном количестве. И все, после этого у нас начали собираться детские одеяла, посуда. Посуды очень много привезли. Предметы первой необходимости, продукты питания, бытовая техника. Сложно даже перечислить все, что уже появилось в пункте приема на Почтовом. Даже телевизор привезли. Почти без сна трое суток супруги сортировали вещи, раскладывали по коробкам. Супругу Екатерины на работе выделили грузовую газель, чтобы отвезти собранное в Кемерово. Кстати, откликнулись на призыв не только беловчане, а еще Новосибирск, Ленинск, Кузнецкий, Полысаева, Гурьевс написала женщина из Турции. Люди готовы отправлять посылки, предоставить беженцам жилье, помочь с оформлением документов. Сегодня вещи повезли в областной центр, где в общежитии временно разместились десятки украинских беженцев. Но Екатерина останавливаться не собирается. Она держит тесную связь с организациями, которые уже будут готовы предоставить рабочие места тем, кто решит остаться в Кузбассе.